разрыв мозга друзья фотографию можно обработать за минуту а то и меньше причем это будет light room и снапсид это будет и ретуши цветокоррекция тонирование кривыми эффект hdr блеск софита винтаж работа с тенями и светом локальный контраст в общем все что только можно себе представить такую экспресс обработку можно сделать за счет того что и в lightroom и в снапсид и там и там можно использовать пресеты и если про пресеты lightroom вы много раз слышали то что вы скажете насчет того что я вас научу делать пресеты снапсид что ускорит вашу обработку просто в десятки раз но для начала мы должны создать эти пресеты и соответственно мы на первую фотографию потратим какое-то время минут 10 может быть 15 или 20 кто как умеет а вот вторую третью четвертую и все все последующие снимки мы будем с вами обрабатывать просто двумя кликами один клик lightroom один клик в снапсид и готова короче не будем терять времени поехали итак друзья у меня открыт lightroom и есть серия снимков сделаны примерно в одно и то же время в одном месте вот таких три замечательных фотографии фотографии сняты в такое время суток когда солнце нам дарит много света и цвета выглядит очень красиво и практически не требует никакой обработки но тем не менее цветокоррекция ретуши работа с кривыми не помешает а даже поможет сделать их намного лучше давайте пожалуй начнем вот с этой фотографии и так переходим в панель свет светлой области я поставлю на минус 100 тени слегка подниму плюс 50 белые прижму думаю что 64 будет достаточно черные пока трогать не будем перейдем в кривые нам нужно сначала кривая rgb давайте добавим немножко контраста в это изображение сделаем поинтереснее тени за счет того что поднимем точку черного вверх это самая нижняя точка на кривой а точку белого я опустил немного вниз чтобы убрать излишнюю светимость теперь выставим среднюю точку для того чтобы получить красивое кинематографическое изображение переходим в красный канал добавляем среднюю точку и точку в средних темных тонах опускаем слегка вниз теперь переходим зеленый канал выставляем среднюю точку и также . в средних темных тонах опускаю слегка вниз переходим в синий канал ставим точку посередине выставляем ее по центру чтобы кривая наша была ровненькая дальше точку черного слегка поднимаем вверх совсем чуть-чуть а точку в средних тонах слегка опускаем вниз отлично кликаем готово теперь я пожалуй немножко убавлю контраст изображения чтобы фотография не было такой жесткой точку черного слегка приподниму чтобы сделать фотографию более воздушный такой вариант мне нравится больше теперь идем в панель цвет добавим красочность где-то примерно на плюс 20 а насыщенность убавим слегка в моем случае минус 30 будет достаточно переходим в смешение цветов и так первый цвет у нас по умолчанию стоит красный красного здесь достаточно много в основном на зданиях давайте сделаем его более красивый передвинем сторону оранжевых оттенков чтобы сделать его таким огненно-красным отодвинуть от холодных оттенков которые ближе к малиновому вот так красный смотрится гораздо интереснее насыщенность можно немного прижать яркость не трогаем переходим в оранжевые оттенки оттенок оранжевого цвета подвинем немного влево где-то на минус 25 таким образом уберем из него желтизну и сделаем его более таким персиковым насыщенность можно не трогать яркость яркость можно слегка убавить минус 5 будет достаточно желтый желтый цвет переведем сторону оранжевого где-то примерно на минус 36 насыщенность не трогаем зеленый зеленый тоже сделаем потеплее уберем сторону желтых на минус 53 друзья насыщенность желтого и зеленого это дело конечно вкуса я не люблю когда зеленый превалирует на снимке я как правило его снижаю многие любители пейзажа делают наоборот но это дело вкуса и так у меня насыщенность зеленого минус 37 аквамарин убираем в сторону синих оттенков примерно где-то на думаю на 45 насыщенность я слегка прижму минус 38 я люблю когда синий цвет становится таким сизеньким синий цвет наоборот уберем в сторону аквамарина но не до такой степени чтобы установился прям практически зеленый да просто мы уберем излишне фиолетовый оттенок который здесь содержится это будет примерно вот где-то минус 35 даже может быть где-то минус 40 вот такой синий не нравится больше насыщенность я его также слегка прижму на минус 42 и немного уберу яркость на минус 18 фиолетовый цвет уберу в сторону синего где-то на минус 73 и прижму насыщенность посильнее где-то наверное на минус 70 будет достаточно малиновый цвет оттенок я уберу наоборот в сторону красную сделаю теплее плюс 60 насыщенность слегка прижму ну также в районе 65 70 будет достаточно отлично кликаю готова добавим немного текстурки добавим немного четкости 10 текстуры 4 четкости виньетку двинем слегка влево кто не знает то влево затемняет вправо виньетка осветляет поэтому я сделаю прям слегка чуть-чуть где-то 11 я думаю будет достаточно добавим немножко зернистости 10 будет достаточно и добавим немножко резкости 24 будет достаточно все больше ничего я в этой фотографии трогать не буду я перейду в стиле кликаю сверху три точки создать стиль выбираю папку где я хочу создать этот стиль все остальное можно не трогать сохраняем пресет итак друзья фотографию мы обработали и создали первый пресет lightroom теперь сохраняем фотографию и открываем ее в стоп сит и так открываем snapseed добавляем только что созданную фотографию и так друзья теперь я хочу доработать эту фотографию с использованием инструментов snapseed первым делом мы выбираем фильтр vintage выбираем 12 пресет заходим в настройки убираем виньетирование она нам здесь не нужно идем дальше выбираем фильтр резкость но резкость мы трогать не будем добавим немного структуры в моем случае плюс 40 будет достаточно кликаем галочку дальше выбираем блеск софита выбираем тот инструмент который нам больше всего нравится я бы выбрал второй фильтр но доработал бы его немного просто убрал бы эффект где-то снизил его до значения плюс 30 кликаю галочку выбираем далее инструмент коррекция доработаем изображение по своему вкусу кликаем галочку итак друзья мы создали набор фильтров и теперь внимание мы весь этот набор можем сохранить в пресет что для этого нужно сделать кликаем вот сюда на этот значок радужки проматываем вниз но в моем случае вниз потому что у меня альбомное отображение экрана если вы будете телефон держать вертикально вы соответственно промотаете в правую сторону и здесь мы видим вот такую вот иконку с плюсиком это как раз и есть создание пресетов snapseed кликаем сюда вводим название сохранить и видите теперь у нас появился пресет под названием landscape один кто не знает landscape это пейзаж и так возвращаемся назад открываем lightroom открываем следующее изображение засекаем время сколько мы на это тратим времени заходим в стиле выбираем наш пресет отлично при желании можно доработать но в данном случае меня все устраивает сохраняю фотографию закрываю lightroom открываю snapseed кликаю открыть открываю только что обработанную в lightroom и фотографию если закрыта панель с пресетами открываем ее ищем свою панель и применяем эффект вот эффект применился и мы с вами буквально в два клика обработали фотографию осталось только нажать галочку если мы с вами сверху нажмем на кнопочку слои посмотреть изменения то мы увидим что все наши предустановки которые мы записали в пресет легли на этот снимок буквально в считанные секунды теперь нам остается только эту фотографию сохранить и опубликовать в наших любимых соц сетях и так друзья если вы раньше умели и пользовались пресетами lightroom то теперь вы также будете успешно пользоваться и пресетами snapseed не забывайте только одну деталь если вы в пресете snapseed будете работать точечно например кистью то именно в таком же виде это ляжет и в пресет поэтому будьте внимательны когда вы работаете локально с какими-то отдельными участками именно этот слой этот фильтр сохранять как раз пресет и не нужно потому что обработанные участки как правило на разных фотографиях конечно не совпадают на этом друзья все желаю вам красивый экспресс обработки больше подписчиков вашему инстаграм больше поклонников вашим фотографиям и вашему творчеству успехов вам в освоении такого замечательного искусства как фотография всем пока и до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok